И сегодня же заместитель полномочного представителя президента России в ПФУ Игорь Панчин побывал в школе имени Кочетова и ознакомился с ходом строительства нового кадетского корпуса. Здесь пусто, легкий запах краски. В школе вовсю готовятся к новому учебному году. Здесь учатся чуть более 200 ребят. Основное направление военно-морское. Вот этот вот колокол называется «Рында». Его устанавливают на военно-морских кораблях. А в этой школе он используется в качестве звонка на урок. В новом учебном году его впервые услышат 28 новых кадет. Эти стены примут новых учеников в последний раз. Уже в будущем году должен открыться новый корпус. А сейчас кадеты готовятся к церемонии закладки капсулы в основании фундамента. Она состоится уже через две недели. 35 сантиметров высота. Мы туда будем закладывать стандартное послание? Да. Вот. То есть мы готовы к 8 августа. В синей фуражке желтые парадные ремни у кадет появилась новая форма. На рукаве именной шеврон с названием корпуса. Вот у вас в Нижегородской области мы шили сапоги. Дети, те, которые шьют вам в Нижегородскому корпусу. Так что четыре комплекта церемониальной формы у нас. Хорошо. У нас есть брюки Галифет. У нас все сделано. Да? Все? Уставное. На стройплощадке тоже торопится. Чтобы капсулу с посланием в будущее было куда класть, надо успеть завершить так называемый нулевой цикл. Одна блок-секция, вторая блок-секция своя бьется. Ну, на блок-секции тоже пробные свои забитые. На следующей неделе котлован будет вырыт. Уже будет монтироваться башенка на этой стороне и на этой стороне. Посмотрели старую кадетскую школу. Мы понимаем, что на данном этапе в нее средства вкладывать нецелесообразно. И вот сейчас приехали на площадку нового кадетского уже корпуса. Все идет в плановом режиме по срокам. Чувашский кадетский корпус – это шестой проект на территории всего округа. Но самый современный по проекту, по оснащению, в перспективе, конечно, будет именно Чувашский кадетский корпус. Статьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Игорь Зверев, Республика.